Передвижение самолетом является самым лучшим и безопасным видом путешествия. Одним из известных и часто используемых пассажирских самолетов заслуженно считается Boeing 737-800. Некоторые также ошибочно называют «Боинг». Свой первый полет он совершил в далеком 1997 году из имени Boeing 737-400, а в 1999 году стал самым популярным пассажирским лайнером как в России, так и во всем мире. Сохраняет свою востребованность и по сегодняшний день. Для использования авиационного транспорта совсем не обязательно знать характеристики модели, но такая информация может быть полезной. Длина фузеляжа составляет 30,5 метров. Фузеляж – это непосредственное тело самолета без крыльев, во время полета он герметичен. Размах крыльев равен 34,3 метрам. Площадь крыла составляет 125 квадратных метров. Максимальная ширина фузеляжа – 3,54 метра. Максимальный взлетный вес – 78 240 килограмм. Посадочный вес – 63 320 килограмм. Масса пустого «Боинга» составляет 41 140 килограмм. Топливные баки вмещают 26 020 литров. Длительность полета зависит от израсходования топлива и достигает максимального расстояния в 5400 году 5700 километрах. Двигатели CFM-I CFM 56-7B 24-26, 2 на 10980 минус 11930 КГС развивают скорость до 800-900 километров в час. Самолеты S7 Airlines рассчитаны на 160 пассажиров, 12 мест из которых относятся к бизнес-классу. При выборе места в «Боинг» 737-800 схема салона S7 должна быть заранее изучена, так как все авиаперевозчики отличаются разными характеристиками транспорта. В S7 используется стандартная схема салона в каждом ряду 6 мест с проходом между ними. Посмотреть точный план расположения кресел можно на официальном сайте авиалинии. Бизнес-класс. Схема салона Airbus A320 S7 Airlines. Место бизнес-класса находится прямо за кабиной экипажа и имеют ряд преимуществ. Обычно в ряду только 4 места, что позволило расширить расстояние между креслами, которое составляет от 87 до 97 сантиметров. Дело в том, что каждые лайнеры собирают под заказ конкретного перевозчика и есть параметры, которые можно изменять по желанию. У этих мест больше пространства для ног, что немаловажно при долгосрочных перелетах. Обратите внимание, в цену билета включен большой выбор горячих блюд, напитков, в том числе алкоголь. При необходимости бортпроводник выдает персональные подушки и плед по просьбе путешественников. У бизнес-класса есть отдельный туалет. Расположение этих мест на борту обычно занимает 3-4 ряда, которые отделены от общего салона перегородкой. По прибытии самолета пользователи бизнес-класса первыми покидают салон. Кроме того, для пассажиров предоставлен отдельный бортпроводник. Но есть и один недостаток – иногда пассажиры чувствуют запах еды с кухни и некоторым это не нравится. Эконом-класс. В эконом-классе находится 154 места, расположенных на 29 рядах. Места начинаются с 4 ряда, по 6 кресел. Этот ряд выгодно отличается от остальных отсутствием кресел впереди, что предоставляет увеличенное пространство для ног. Однако эти места зачастую отдают пассажирам с детьми, так как они считаются зоной повышенной комфортности. Некоторые перевозчики даже взимают дополнительную плату за выбор кресла в этом ряду. Если пассажиру бесплатно достался билет на это место, то высока вероятность, что рядом будет находиться ребенок. Ничем особенным не отличаются ряды с 6 по 9. Однако встречаются лайнеры – Boeing 737-800 S7, которые не имеют иллюминатора на местах AF в 9 ряду, что может стать неприятным сюрпризом для клиента и негативно отразиться на впечатлении от полета. Особенно это касается любителей полюбоваться ночными огнями города или рассветом. Но такой нюанс не является недостатком для людей с аэрофобией. Важно, позади 11 ряда находятся экстренные выходы и, согласно правилам безопасности, спинки сидений не откидываются либо частично откидываются. Такую информацию необходимо знать заранее, чтобы не испытывать дискомфорта во время перелета. Ряды с 12 по 14 относятся к зоне повышенной комфортности. В них располагаются три экстренных выхода, поэтому расстояние между рядами увеличено. К положительным качествам можно отнести увеличенное пространство для ног и нахождение в передней части борта. Кроме того, близость к аварийным выходам на случай внештатных ситуаций, что может сохранить здоровье или даже жизнь пассажира. Также эти ряды имеют ряд недостатков. Например, слышен шум двигателей, особенно во время взлета и посадки. Крылья самолета закрывают почти половину обзора иллюминатора. Поэтому любителям созерцать ночные огни городов, фотографировать рассветы и закаты нужно учитывать этот момент. Как правило, раздача еды начинается с носовой и хвостовой частей одновременно, поэтому данные ряды получают ее самыми последними. Спинки кресел в 14-м ряду, а именно у места F чуть-чуть скошены, что заметно, но никак не отражается на комфорте полета. Важно, большим минусом можно считать то, что нельзя класть ручную кладь возле ног. Это может предоставить неудобство, особенно женщинам, так как дамскую сумочку придется убрать наверх в отдел для ручной клади. На кресло в рядах 12-14 возле экстренных выходов нельзя сажать инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детьми, а также беременных. Владельцам билетов на эти места придется открывать люки в случае аварии, их предварительно знакомят с инструкциями. Особенность салона S7, Boeing 737-800 Passenger заключается в том, что в 13-м ряду находится только 4 места, по 2 на каждой стороне. Сидеть с одним соседом гораздо удобнее, чем с двумя, особенно если пассажир летит с родственником или другом. Ряды с 15 по 29 ничем особо не отличаются, однако в 20-м ряду может быть плохой обзор из иллюминатора из-за крыльев. Также иногда слышен шум мотора. Обратите внимание, отрицательной стороной является расположение кресел 30-го ряда возле туалетной комнаты. Это может беспокоить пассажиров на данных местах, так как скопление людей, постоянное движение и разговоры способны испортить полет. Самыми безопасными местами всегда считались ряды в хвостовой части, но зачастую эти кресла Boeing 737-800 Passenger не заполнены. Поэтому есть возможность поменять место уже во время перелета, но обязательно предварительно поставить в известность стюардесса, чтобы они знали о наличии людей на этих местах и в случае экстренной ситуации позаботились о пассажирах. Во избежание испорченного перелета нужно заранее позаботиться о выборе места и посмотреть фото салона самолета на официальном сайте авиакомпании. Если нужно получить удобные места или места с повышенным уровнем комфорта, нужно бронировать их за три месяца до даты планируемого путешествия. Также полезно следить за новостями от авиакомпании и участвовать в различных акциях и программах. В заключение можно сказать, что оптимальные места на борту Boeing 737-800-7 находятся в носовой части самолета, а именно во втором, пятом и двенадцатом-четырнадцатом рядах. Более подробную информацию всегда можно найти на официальном сайте перевозчика. Если не были найдены ответы на интересующие вопросы, нужно связаться с представителями авиакомпании и они предоставят всю необходимую информацию. В целом, компания S7 предоставляет комфортные условия для пассажиров во время перелетов как в бизнес-классе, так и в экономе. Это касается не только самолета Boeing 737-800, но и других авиалайнеров линии.